Разглядывая соринку в чужом глазу, не замечая бревна в собственном. Пожалуй, именно так можно характеризовать действия французских властей в последнее время. Имея растущий ком проблем в собственном государстве, начиная от нескончаемых протестов, жестоко подавляемых силовиками по всем канонам антидемократического общества, и заканчивая мусорными горами, в которых вот-вот утонет французская столица, официальные лица этой страны, ничтоже сумняшися, считают себя вправе вмешиваться во внутренние дела других государств и давать свои ценные указания о том, как именно им вести свою политику. Ситуация по Франции очень сложная. Вчера Эммануэль Макрон в час дня выступал. Все же думали, что он пойдет на уступки в пенсионной реформе или распустит национальное собрание, чтобы определить с большинством. Вместо этого он сказал, что ничего менять не будет, дал какие-то новые линии, и это, конечно, усугубляет конфликт социальный, который здесь. Напомню также, что вот у недоверия в парламенте чуть было, не прошел, там не хватило порядка нескольких голосов, и есть это. То есть, в следующем, что он может пройти, это большой парламентский кризис. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна не отстает от своих соотечественников. Вместо того, чтобы заниматься своими непосредственными обязанностями, то бишь иностранными делами Франции, госпожа министр решила вмешаться во внутренние дела Азербайджана. Заявив, что Азербайджан якобы перекрыл Лачинскую дорогу и таким образом нагнетает обстановку, дипломатесса подчеркнула, что так называемая блокада должна быть снята. Напомним, многочисленные иностранные журналисты неоднократно отмечали, что дорога Хангенде-Лачин вполне себе открыта для перевозки людей и грузов гуманитарного назначения. Ежедневно по этой дороге в обоих направлениях приезжают десятки автомобилей. Люди, которые стоят на этой дороге, не переодеты агенты и бойцы спецназа, а простые азербайджанцы, которых беспокоит судьба природы родного края. Края, подвергавшегося варварскому разграблению и уничтожению. Края, почва и воды которого все еще демонстрируют зашкаливающий уровень загрязнения в результате хищнической разработки армянами азербайджанских месторождений Демерли и Газобулак. Но, по всей видимости, Катрин Колонна считает, что Азербайджан должен создавать сепаратистам условия для беспрепятственной перевозки вооружения и военнослужащих на своей территории. Позволять сепаратистам бросать гранаты в пост азербайджанской армии и минировать территорию Азербайджана, как это уже происходило. Позволять сепаратистам продолжать незаконную разработку азербайджанских рудников, прибыль от которой течет в карманы в том числе и французских компаний. Все это наводит на мысль, что глава МИД Франции, как и многие французские политики, попросту отрабатывает деньги армянского лобби. Немного не по рангу, госпожа министр, вам не кажется? В заявлении Катрины Коломна нужно рассматривать, как, я так это анализирую, это, значит, попытка заручиться поддержкой всех, кого возможно. В данном случае это армянского лобби во Франции, в случае, если, значит, будет этот год в недоверии и будут новые выборы. В чем числе и политическое будущее самой Коломне, потому что, ну, очень часто такие министры, они потом, значит, переходят в парламент, начинают избираться и так далее. Или даже политического будущего, то есть назначения на какой-то другой высокий пост. К сожалению, опять это армянская утка, армянская компания, антиазербайджанская, которая вот пока, то есть это раструбили на весь мир, что Азербайджан заблокировал Лачинский коридор. Это не про Катрины Коломна, кстати, делает очень такую грубую ошибку. Она ссылается на якобы решение международного, что которого на самом деле нет. Это временно обеспечительная мера. И если посмотреть на декабрьские решения, Армения до сих пор не исполнила решения касательно того, чтобы она должна была распустить две парамилитарные радикальные организации, по-моему, этого сделано не было. Мы должны готовиться, вот с моей стороны, ну, мы должны готовиться к тому, что мы, естественно, установим КПП, установим таможню на, значит, вот этом контрольно-пропускной пункт, и тогда начнется вот такой большой вой, в том числе и, к сожалению, со стороны Франции. К этому надо быть готовым. Во всей этой ситуации возникает только один вопрос. А с чего вообще Франция решила, что может разговаривать с Азербайджаном языком ультиматума? Неужто спутал Азербайджан с Мали или Буркина-Фасо? Франция не говорит, Франция действует, отметила в своем заявлении министр Коломна. О том, как французы действуют, жители Мали и Буркина-Фасо знают как никто другой, ведь руки французов по локоть в крови жителей этих стран, подвергшихся геноциду со стороны Пятой Республики. Французы методично уничтожали культуру, наследие и население этих государств. Вывозили оттуда в свою страну полезные ископаемые, да и все маломальски значимое и ценное. Неудивительно, что Франция ощущает и всячески подчеркивает свое духовное родство с Арменией. Методы у обеих стран одинаковые. Потому что французские политики прикормлены армянским лобби уже давно ни для кого не секрет. Единственное позитивное замечание в ее заявлении, это то, что она скоро приедет в Азербайджан, посетит турне по Кавказу, по Армении. Я думаю, что с ней будет такой разговор, я думаю, что многое ей станет ясно, ей многое объяснят. Хотелось бы надеяться, что министр воспользуется этим визитом, чтобы посетить бывшие оккупированные территории, освобожденные территории, увидеть своими глазами воочию не только Хиросиму Кавказа, во что его превратили, как он, в основном, обстраивается, как происходит установительная работа, но также и культурную столицу Азербайджана, Шушу, и посмотреть воочию, как это выглядит на территории и какие виллы там себя строили. Я это говорю, потому что я там был, раз я это все видел своими глазами. Какие виллы себе строили армяне и в каком виде они оставили азербайджанские населенные пункты, в том числе и Физули, который разрушен до основания, потому что там были боя, потому что его просто по камню разобрали и продали. Это все министр должно увидеть. Я думаю, что после этого будет уже более объективный такой подход. Но для этого нужно иметь, опять-таки, политическую волю и просто доехать и увидеть своими глазами, а не рассказывать то, что армянские лоббисты с их легкой руки подсказывают или подзуживают и делать вот такие диффераммы в контексте, опять-таки, повторяю того, что, может быть, их распустят, отправят в отставку и придется куда-то, ну, где-то придется искать работу. Катрин Колонна сообщила, что в конце апреля посетит Баку, чтобы донести свои мысли. Интересны ли Азербайджану мысли главы французского МИД, уверяющий, что Франция привержена мирному регулированию армян-азербайджанского конфликта и при этом открыто занимающей сторону Армении? Вряд ли. Впрочем, с учетом того, что французы требуют смены правительства, ведомство, которое возглавляет госпожа Колонна, вот-вот станет нелегитимным. И вопрос ее визита в Азербайджан отпадет сам собой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok